Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели, я Бекелкин, Александр Шунин, продолжаем работу в прямом эфире, и как теперь обычно, по понедельникам в это время у нас на прямой связи эпидемиолог Никита Троянский, из отдела, раньше это называлось бюро вакцинации, доброе утро. Здравствуйте. Да, ну вот такая новость пришла почему-то ночью, ну неважно, Голубер-лаборатория все-таки констатировала вот два случая заражения омикроном, ну то есть две недели прошло до того момента, как вот об этом объявили медики и ЮАР, и вот через две недели он оказался и в Латвии. Ну я так понимаю, что среди ученых есть две версии, одна хорошая, это что этот омикрон более легкий, но он сможет как-то вытеснить дельту, и на этом все возможно закончится, и второй вариант, что возможно все-таки он будет тяжело протекать у Голубер-лабора, пока мы еще об этом не знаем, что вы можете сказать на сей счет? Да, на самом деле пока что мало известно о клинической картине, что точно очевидно, омикрон гораздо более заразный, и, видимо, он достаточно хорошо обходит иммунную защиту. Мы видим из примеров из Дании, из Великобритании, где уже несколько таких больших суперспредер мероприятий произошло. Суперспредер — это когда один зараженный человек заражает потом 50-100 людей, и, например, в Норвегии в одном ресторане 140 из 160 участников корпоратива заразились омикроном, при том, что все были вакцинированы. То есть, очевидно, он обходит иммунитет, но пока что мы из Южной Африки, на самом деле, получаем достаточно оптимистичные сигналы о клинической картине. Более 70% подтвержденных омикронов в больнице на самом деле поступили в больницу с другим каким-то поводом, например, со сломанной ногой или с каким-то хроническим заболеванием. Так что непонятно, имеет ли омикрон связь с повышением госпитализации в ЮАРе. То есть, он еще и бессимптомно проходит? Ну, или со слабыми симптомами. Ну, опять же, это сложно сейчас понять. Он бессимптомно проходит в основном у вакцинированных или у невакцинированных в том числе? Не знаем. Значит ли это, что пока мы не можем говорить, нужно ли будет производителям вакцин подстраивать вакцину под этот новый вирус? То есть, об этом мы тоже пока, я так понимаю, точно сказать не можем. Не, но это уже как бы решено, что они этим занимаются. И Pfizer обещает уже в марте показать первые результаты своей подстроенной вакцины. Moderna тоже говорит, что будут делать, но они не дали четкий срок, когда они покажут результаты испытаний вот новой вакцины, которая специально подстроена под омикрон. То есть, говорить о том, когда мы вообще выйдем из этой пандемии, пока вообще преждевременно. То есть, мы не можем об этом сказать, там, весна, лето, осень, пока ничего не можем сказать. Ну, пока что сложно, да, но если все-таки выполнится предположение, что омикрон не особо огубителен, то тогда, может быть, он даже ускорит вот этот процесс как-то выравнивания пандемии, что это просто станет сезональным, таким эндемичным, не особо опасным заболеванием. Да, что касается вот тенденции в Латвии, как вы их видите, ведь если мы посмотрим на цифры вакцинированных, да, вот начиная с 12 лет и старше, то уже, в принципе, и в Латвии достаточно такие вот оптимистические результаты. Почти Европа, можно сказать, да, если в Европе 70% провакцинировались в среднем, то в Латвии 67% от населения, уже у 5%, то есть каждого 20-го человека была получена бустерная вакцина. И что радует, что выросли числа вакцинированных и проценты вакцинированных в группе 60+, уже, в принципе, 4 из 5 людей старше 60 лет получили вакцину. Ну, ведь так, чтобы люди тоже понимали, мы все-таки, по крайней мере, я так понимаю, специалисты воздерживаются в отношении вообще ковида употреблять такое словосочетание коллективный иммунитет, да, все-таки мы не можем об этом говорить, даже если бы у нас было, не знаю, привито 90% населения. Ну, да, проблема в том, что чем заразнее инфекция, тем выше этот предел, который нужно достичь, чтобы был коллективный иммунитет. С той же корью, например, он достигается при 95% вакцинации, да, но, соответственно, сложно достигнуть при высокозаразных инфекциях, как нынешний Адель, это коллективный иммунитет. То есть даже если предположить, что у нас будет там 90-95% вакцинированных, я сейчас фантазирую, но, в принципе, да, это совсем не значит, что у нас полностью этот ковид исчезнет, да? Нет, нет, потому что еще, допустим, вакцина против кори на самом деле, так называемая стерилизующая вакцина, то есть не позволяет, как бы стерилизует вирус, почти не позволяя ему размножаться и поэтому предотвращает трансмиссию. А все-таки вакцины против коронавируса, может, только на месяц-два предотвращают заразность, но потом человек все-таки опять может и сам заразиться, и других заразить. Поэтому невозможно пока что говорить о коллективном иммунитете. Я так понимаю, что мы не можем, по крайней мере, мы не знаем, что те, кто, условно говоря, относительно недавно переболели вот дельтой, мы сейчас говорим не про вакцинированных, а переболевших, это совсем не значит, что они не могут заразиться через омикрон, да, через какое-то время? Нет, это однозначно не значит, да. То есть, ну, по крайней мере, мы пока точно не знаем, через какое время они могут заразиться, да, то есть это тоже пока нам неизвестно, да? Нет, нет, про омикрон, к сожалению, пока что ничего не известно, но я думаю, что сегодня понедельник, рабочая неделя начинается, и поэтому из Южной Африки к нам поступят сегодня первые какие-то новости о том, что ученые за эти две недели узнали об омикроне. Может ли на ваш взгляд сложиться такая ситуация, что, в принципе, после 15 декабря, мы знаем, что такая еще одна контрольная дата, когда уже и в частных фирмах все, кто работает очно, обязаны иметь сертификат или переболевшего, или вакцинированного, что после 15 декабря действительно мы можем говорить о том, что у нас останутся как бы невакцинированными только люди, которые, по существу, не заняты на рабочих местах. Пускай это какие-то там убежденные антиваксеры, одинокие, может быть, пенсионеры, то есть те, которых все-таки еще вот эта, ну компания, может быть, неправильное слово, вот этот процесс вакцинации не охватил. Ну, здесь несколько факторов. Ну, во-первых, конечно, мы видим, что уже последние недели уменьшается темп первичной вакцинации. И на прошлой неделе 11 тысяч всего первичных вакцинаций сделано. С другой стороны, завтра в Кабинете министров будет рассмотрена инициатива. Если ее примут, то можно надеяться, что будет новая волна первичной вакцинации сеньоров, потому что до 15 января предлагается повысить оплату вот именно первичной вакцинации сеньоров для медперсонала. Да, те, кто вакцинирует, да. Надеемся, что, может, медучреждения больше могут позвонить своим сеньорам и своих баз данных или перенаправлять с одних услуг на вакцинацию. Ну, что такое. То есть, может, еще поменяются чуть-чуть картины, и те люди, которые еще не провакцинировались, передумают, почитают новую информацию, потому что менять мнение абсолютно нормально. Это, кажется, больше такой политический вопрос. Понятно, что не вы решаете, но, тем не менее, вот в отдельных странах по-прежнему актуально они это делают, вопрос материального стимулирования не только тех, кто колет, ну, я так грубо говорю, не только там медперсонала, но и самих, к примеру, представителей групп РИСКа, ну, сеньоров, там, хронических больных. То есть, я понимаю, что, может быть, это не очень этично, но привился и получил какую-то там материальную помощь. Это могут быть подарочные карты, там, скидки на медуслуги, на лекарства в аптеке. Ну, как вариант. Ну, бери выше, квартира в Москве однокомнатная. А, ну, это да, там лотерея проводилась, да, так сказать. Пять человек, по-моему, выиграло, да. Ну, да, с одной стороны, меня волнует тут вопрос этики, но в то же время уже в Латвии в определенной мере это происходит. Мы сотрудничали со многими самоуправлениями в вакцинации сеньоров, и они все как один говорят, что, звоня сеньорам, один из таких лучших аргументов, почему, когда они спрашивают, а почему вы провакцинировались, это потому, что 20 евро сейчас субсидия на коммунальные услуги, да. Но я думаю, что не нужно превращать вакцинацию в такой процесс капитализма. Это все-таки медицинская манипуляция. И нужно по-другому убеждать людей, используя научные данные, почему вакцина им помогает. И к тому же мы видим, что в США, например, во многих других странах лотерея не была успешной идеей, лишь на, может, неделю повысила темп вакцинации, но это недолгосрочная. Ну, а с другой стороны, если рассчитывать только на научные данные, то, в общем-то, все это будет весьма провальным занятием изначально. У меня такой вопрос к Никите. Я напоминаю, мы беседуем с эпидемиологом, представителем бюро вакцинации, Никитой Троянским. С этого дня работодатели могут добровольно проверять сотрудников на COVID-19, ну, те, кто работают. А, да, тестирование, да. Никита, как вы считаете, это действенная мера или это тоже будут деньги, выброшенные на ветер, потому что тестирование проводится за счет работодателя, но государство как бы обещает потом эти расходы компенсировать? Будет ли в этом смысл, видите ли вы его? Да, ну, я думаю, что это зависит от того, насколько это будет обширным мероприятием. Те исследования, которые я читал из Германии, показывают, что если это делают очень обширно и много работодателей вот пользуются возможностью, то тогда мы можем значительно понизить уровень заболеваемости на где-то треть, может, на пятую часть. А если это будут делать мало людей, если тем более недобросовестные, потом не идти сдавать тест в лабораториях, то тогда это, конечно, может быть неуспешно. Я думаю, что это такая... Никто не знает, насколько это будет удачным решением. Вот такой вопрос больше к организаторам здравоохранения, не к вам, но тем не менее, когда началась эта кампания вакцинации, она шла вглубь, 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 пытались понять, кто еще не охвачен, то выяснилась такая вещь, что несколько десятков тысяч латвийцев, в том числе, кстати, как ни странно, и сеньоров, у которых вообще нет семейного врача. И мы знаем, что в государстве сейчас действует такое, ну, пока они имеют требования, это все дальше будет, все ужесточаться, что все-таки у каждого человека сейчас должен быть не только вот декларированное место жительства, но и электронная почта. То есть, условно говоря, вот эта система, когда можно этого человека найти, послать ему какие-то официальные документы, там, повестки в суд и так далее. И теперь выясняется такая вот парадоксальная ситуация. То есть, электронный адрес уже должен быть у многих, у большинства, а семейный врач может и не быть. Вот здесь надо как-то вот, по-моему, доработать, потому что вполне возможно, что у нас не последняя пандемия вообще вот в истории вот нынешнего поколения. Я согласен. Я, на самом деле, много именно занимался вот этими людьми без семейных врачей. На две недели назад было около 12 тысяч сеньоров, у которых нет семейных врачей, которые не вакцинированы. И мы передали вот персональные номера и номера телефонов, если они у нас были самоуправлением, чтобы те связались. Но многие самоуправления сообщают, что половина сеньоров из этого списка, на самом деле, уже давно не живут. Может, они переехали к своим детям за границу жить. То есть, там, качество данных – это такой большой вопрос. Сколько у нас вообще людей в Латвии живет из тех, которые есть в этих регистрах? Нет, ну, здесь, наверное, такой комплексный вопрос, потому что зачастую ты слышишь там от каких-то знакомых, он говорит, ты знаешь, мой семейный врач ушел на пенсию или уехал, или я переехал до другое место жительства. И вот мне сказали в моем районе, что вы подайте заявку, возьмет ли вас семейный врач. И они смотрят, человек уже с хроническими заболеваниями. Вы знаете, у меня много пациентов, я вас не возьму. Это тоже надо вопрос каким-то образом на будущее решать. Может, с одной стороны, мы понимаем, что у человека вроде бы есть право выбора семейного врача, а с другой стороны, когда он должен ходить с какими-то заявлениями и просить, чтобы его приписали к этому семейному врачу. Мне кажется, тоже перебор. Тем более, при всем уважении к семейным врачам, они сейчас не самые малообеспеченные, я так дипломатически выражаюсь. Я согласен, есть над чем работать. Я сам, на самом деле, с этим столкнулся. У нас у дедушки, оказывается, как на прошлой неделе, узнали, шесть семейных врачей было за последние годы. Все в декрет уходили, передавали друг друга. Так что его здоровье семейный врач нынешний ничего не знает. Хорошо, что он знает, что у него есть такой пациент хотя бы. Да, наверное. Еще один такой вопрос, который я хотел задать. На этой неделе комиссия Сейма по социальным делам будет проводить такую дискуссию со специалистами, пытаясь понять причины высокой смертности от ковида в Латвии. Мы понимаем, что все познается в сравнении, но, наверное, в зависимости от количества госпитализированных, мы видим, что сейчас, если мы посмотрим на статистику, от 16 с копейками до 17 с копейками из тех, кто находится в больнице, находятся в очень тяжелом состоянии. Мы предполагаем, что или уже на ИВЛ, или, так сказать, в общем, в тяжелом состоянии, и будет пытаться понять, с чем это связано. Вы сами для себя, есть у вас какие-то, не знаю, выводы, почему это происходит? Поздное обращение к врачу и так далее. Объяснений много, но я не знаю, что главное. С одной стороны, понятное дело, эта последняя волна привела к высокой смертности. То есть, когда в больницах много людей, то им все хуже и хуже, потому что в начале этой волны у нас 10% от поступающих в больницу поступали в тяжелом состоянии, сейчас их количество почти удвоилось. Но, с другой стороны, я на самом деле думаю, что люди, заболевая, не знают, что им делать и как, может, заниматься профилактикой, предотвратить вот это средние тяжести и тяжелое состояние заболевания. И я думаю, это чуть-чуть странно, потому что у всех семейных врачей есть документ от СПКЦ, где описано то, что нужно делать, если ты заболел. Это на сайте СПКЦ доступно. Но, видимо, как всегда, вопрос коммуникации с государством нам не удается это как-то донести, нет каналов. Я с радостью в следующий понедельник могу вам рассказать вот эти основы профилактики, которые написаны в документе СПК. Обязательно, обязательно. Это было бы замечательно. Заодно, может быть, и семейные врачи послушают. Да, это тоже полезно будет. Мы прямо проанонсируем это. Еще один такой вопрос, Никита. Что касается обязательно вакцинации. В Австрии, может быть, буквально сегодня обнародован законопроект. В случае его принятия Австрия станет первой страной на Западе, установившей обязательную вакцинацию. Подобные движения происходят и в Германии, и в Греции, и в других странах. Как вы считаете, обязательно вакцинация была бы полезна в Латвии? Она необходима? Придем ли мы к ней рано или поздно? И лучше рано или поздно? Я думаю, как всегда, если как эпидемиолог, из точки общественного здоровья, то это, казалось бы, полезно. Но я думаю, если взять во внимание те факторы, то я думаю, это неправильно, это нехорошо. Людям по-другому нужно объяснить, в чем суть и польза вакцинации. Но я, честно говоря, думаю, что в Латвии через 2-3 года уже все будут вакцинированы добровольно, и все будем смотреть на этот период, на такой хаос, я не знаю. Потому что так и было у нас со многими процессами, где поначалу, когда происходят какие-то реформы, большое недовольство, а потом мы принимаем это за данные. Тоже введение евро, яркий пример. То есть не обязательно вводить обязательно вакцинацию, все равно не мы чем-то катанием, и придем к тому, что абсолютное большинство будет вакцинировано. Ну, в принципе, мы к абсолютному большинству уже совсем близки, наверное, да. Как к светлому будущему. Вот что касается того, как мы будем... Я понимаю, что это тоже такой прогностический вопрос, но тем не менее, на ваш взгляд, нужно ли усиливать ограничения на рождественско-новогодние праздники? У нас они совсем уже мало времени осталось. Мы знаем, что правительство обещало еще этот вопрос обсуждить и завтра, и на последнем заседании перед Рождеством. Ну, вот ваши ощущения. Или не нужно ни ослаблять, ни ужесточать ограничения сегодня? Да, нет, но это отличный вопрос. Мы, на самом деле, вчера, собственно, обновили нашу математическую модель, которая предсказывает, как будет развиваться эпидемия в ближайший месяц. В моем понимании сейчас нет поводов вот в данный момент ужесточать что-то, но и расслаблять тоже сильно не стоит. Я думаю, вакцинированным можно позволить за столом и двадцатиры, и двадцатиры людям сидеть. Я думаю, что ограничения на рабочее время баров и ресторанов не обоснованы. В то же самое время то, что нужно сейчас предотвращать, и где ограничения должны распространяться на вакцинированных, это именно суперспредер мероприятия. Это кинотеатр, в котором будет 200 человек, и мы знаем, что омикрон уже в Латвии, один из них будет заражен омикроном, потом 200 заразятся, у нас еще 100 тысяч невакцинированных сеньоров, эти 200 человек разнесут их невакцинированным сеньорам, и те, к сожалению, могут попасть в больницу и умереть. Поэтому нужно чувствовать меру, и я не думаю, что на рождественские праздники необходимо вводить какой-то комендантский час. В данный момент такой нужды нет. Ваши слова до правительства. Нет, ну это совершенно справедливо, я здесь двумя руками за, потому что когда говорят, что кафе и рестораны должны закрыться в 21.00, потому что иначе в 21.05, я утрирую, и вирус на него нападет, с одной стороны, с другой стороны, когда проводятся массовые мероприятия, какие-то, не знаю, тусовки, презентации, где люди там обнимаются и целуются, вот мы это наблюдали недавно, но ведь действительно, где логика? Где мы это наблюдали? Где люди собираются, обнимаются, целуются? Я даже не могу это сказать. Возьмите меня на такую тусовку. Потому что повар на меня может обидеться. Ясно, спасибо большое, больше кормить не будет. Спасибо большое, Никита Троянский. И так уже сказал больше, чем нужно было. Никита Троянский, огромное спасибо, хорошего дня, и до встречи как минимум через неделю. А у нас недолгая пауза в эфире с Абиком, после чего мы поговорим с Санцисом Зелтиншем, управляющим Рижского свободного порта. Там тоже есть определенные новости.